Жестокая любовь Предложение Пусть отравится своим же ядом Я знал, что это должно случиться Но я не думал, что все зайдет так далеко Мнение Моники меня не интересует Это может испортить твою репутацию Силвано, мой агент, тоже так говорит Но я не вижу причин для этого Для людей нет никакой разницы Между работой и личной жизнью знаменитости Ты ей как-нибудь ответишь? Думаю, нет Что бы я ни говорил, она будет изображать из себя жертву Что я скажу людям? Что я любил не ее, а ее сестру? Не стоит этого делать Вышло даже лучше, чем я ожидала Надеюсь, Диего не выставит тебя на посмешище своим ответом Он не ответит Ведь жертва здесь я, Фанни Тебе просто не хочется признавать это Я слышу слова обиженной женщины А что мне делать? Прыгать от радости после всего, что он мне сделал? Что я могу сказать? Ты все равно не будешь слушать Можешь назвать мне хоть одну причину Хоть один логический довод, почему Диего ушел к ней Он ее любит Этого хватит Думаю, я перегнула палку Но я была просто вне себя Я тебя понимаю Твоя мама и мама Хила струсили Не заявив на Армандо в полицию Не знаю, Луиса Это слишком мало, чтобы он только оставил нас в покое и все Он должен заплатить за свои поступки Он хочет легко отделаться Будто ничего не случилось Будто ничего не было Послушай, все так ужасно И зашло так далеко, потому что ты вовремя не рассказала правду Только подумать Он совращал тебя пять лет, Лорена Да, я знаю Поверь, я никогда не прощу за это не только Армандо Но и саму себя Я ничего не сказала папе, чтобы не злить его Нам нужно поговорить с ним, иначе Март и Нати будут продолжать ему лгать Андрея, будь осторожна, твои выдумки просто нелепы К тому же, сердцем ты чувствуешь, что это правда Давай сменим тему, ладно? Хорошо Ты идешь сегодня на вечеринку? На вечеринку факультета экономики? Да Нет, Андрея Я не люблю эти вечеринки Слишком уж они шумные Бетти, все идут И мы тоже должны быть там Дело в том, что вчера я не был на работе Поэтому и не видел дедушку Но не волнуйся, Чава Я ему все передам Не забудь А у тебя потом не будет неприятностей? Ну, дедушка, конечно, будет не в восторге, но он все поймет Дружище Хил Что за кислая мина? Не обращай внимания Только не говори, что тебя расстроило, что твой отец отчим Лорена Брось, ты можешь спокойно с ней встречаться Я не в духе, потому что мой отец мне настроение испоганил А твой, наверное, просто ангел Слушай, Хил Заруби себе на носу Я своим отцом горжусь Не шути над ним Смотри у меня Если будешь верить всяким слухам Я намылю тебе шею Хватит Можете говорить что угодно, но мне не нравится идея объединиться с Фернандо Поверь мне тоже, но у нас нет выбора Он вас предаст Вы это знаете Я так не думаю С нами он окажется в неплохой доле Он получит часть компании А что ему даст мой дядя? Ничего, сущие гроши А зачем отдавать Фернандо половину компании? Лучше предложить Фернандо половину компании банкрота Чем ничего Смекнул? Меня не оставляет мысль, что вы с Нелли что-то замышляете против меня Ради бога, Армандо Поверь, ты не настолько нам важен Правда? Что ты сделал у Рене, что она так тебя ненавидит? Я любил ее Пытался сделать ее счастливой Клянусь Это чистая правда Оно и видно Она испорченная, лживая девчонка Я очень в ней разочаровался Ну что ж В обед я встречаюсь со своим адвокатом, чтобы поговорить о нашем разводе Что ты от меня хочешь? Денег? Я никогда Ничего от тебя не хотела Тем более сейчас Флорида так изменилась Не смотри так на меня Я ее знаю Оказалось, что она жена Моего одноклассника Эрнана Вот как тесен мир Слишком тесен Я устрою все так, чтобы им достались самые плохие участки А нам самые лучшие Нам? Позволь напомнить тебе Ты всего лишь мой служащий Я не так выразился Сеньор Почему Адриан вчера не явился на работу? Ему пришлось познакомить свою девушку с Антонио Алома Чтобы убедить ее в его существовании Все возишься с матерью своей дочки? Сеньор Сападре Наталья должна жить у меня Марта оказывает на нее дурное влияние Наталью нужно дисциплинировать А для этого нет лучше человека, чем моя мама Автор оригинальной идеи Эрик Вон Автор сценария Басилио Алуарес В главных ролях Маурисио Ислас Майкл Браун Паула Рэй Ванесса Вильела И Хорхе Као в роли Нестера Саботера Фильмы также снимались Лулли Босса Сальвадор Дель Салар Сильвия Де Диос Леонор Аранго Рауль Гутеррес Шармель Алтамирану Дидье Ван Данхове Кармен Вилья Лобос Диана Нейра Рамон Кабрер Рикардо Абарка Габриэла Монрой Операторы Маурисио Кадавид Роберто Кортес Композитор Мигель Донарвайес Режиссеры Родольфо Ойос Андрес Биерман Жестокая любовь Не понимаю Зачем тебе нужна эта женщина Вместе с твоей дочерью? За Марты должок И она вернет мне его Более того, вас это тоже касается Почему? Потому что любовник Марты Главный архитектор в компании Луси Если я отвлеку его проблемами его возлюбленной То он умерит свою брать Пусть заплатит За то, что сует нос Не в свои дела Я хочу кое о чем спросить тебя, Фанни Если вы такие задушевные подруги С матерью Луси Почему же вы больше не встречаетесь? Мы потеряли связь друг с другом Когда она ушла из дома Я тебе не верю Готова поспорить И вы все это время общались Зачем мне врать тебе? Да, мы видимся Но лишь с недавних пор Значит, все-таки видитесь Ты уверяла меня в своей преданности до гроба Я не верю ни одному твоему слову Уверена Ты спокойно предашь нас Как только подвернется такая возможность Вчера вечером мне звонил Чава Но я не взяла трубку Почему? Была на холостяцкой вечеринке Представляю, что тебе пришлось сделать Не представляешь Вообще-то было весело Там были молодые ребята И работать было легко Но домой я пришла Выжатая Как лимон Луиса, мне кажется Ты вполне довольна своей работой Иначе ты нашла бы себе Другое занятие Я думаю, что ты работаешь Не для того, чтобы оплатить учебу А потому А потому что тебе это Уже нравится Мне удалось убедить Сальвадора Что он ошибся насчет нас с Эрнаном Ты не представляешь, что я почувствовала Встретив его в отеле Бетти Сколько еще ты намерена прятаться? Ну, пока не знаю С каждым днем мы нравимся друг другу все больше Мы так счастливы, когда вместе Хорошо, конечно Если бы у тебя был плохой отец Я бы поняла твое стремление найти ему замену Но ведь это не так Я не ищу никому замены Эрнан мне нравится Поэтому я с ним Андре, он очень умный мужчина И привлекательный Очень Не будь он женат Я бы слова не сказала, Бетти Но ты ходишь по тонкому льду Надеюсь, он не проломится раньше Чем ты поймешь это Хилл, хватит Давай не будем ссориться Особенно из-за наших отцов Лучше закончим Неплохая идея Другое дело Сегодня не лучший день для ссор Сегодня мы отрываемся Не забывайте Я обязательно приду А я нет Не пропускай такой праздник Это неразумно, Лусия Просто глупо сотрудничать с Фернандо Таким образом, я надеюсь Он наконец-то оставит нас в покое Он перестанет донимать Марту Запретит Адриану приближаться к Андреу? Думаю, нет Я не могу обещать тебе этого Но я поговорю с Фернандо Будто у него есть хоть капля совести Роберто, ты должен понять Если он докажет незаконность Нашего брака с Алберто Он заберет себе половину компании И половину моего дома Я понимаю, но сначала нужно бороться Если проиграешь, тогда поговоришь с ним Но чтобы сдавать позиции заранее Я не понимаю Нам нужно раздавить Саббатера И для этого нам нужен союзник Лусия, поступай как хочешь Но если ничего не получится Я выйду из игры Не знаю, зачем я все это тебе говорю Ведь ты снова начнешь меня отчитывать Нелли Лорена как никогда нуждается в твоей поддержке К тому же Армандо снова всем дал понять Что он за человек Забудь о нем, пожалуйста Именно так я и сделаю Не волнуйся Надеюсь Подружка Я не знаю, что делать мне Я в безвыходном положении Из-за своего бывшего Роберто Предложил мне жить с ним Несмотря на то, что мы не женаты Не знаю, что делать Как это не знаешь? Если вы любите друг друга Даже если у вас нет возможности пожениться Так в чем дело? Я не хочу, чтобы он считал меня любовницей Я не хочу терять его уважение Ты только погляди, что заявила Моника Не думаю, что кому-то это важно Это очень важно людям Ты образец подражания для детей Для них ты символ порядочности и безупречности Твой брак служил всем примером Люди не одобрят того, что ты оставил Монику ради ее сестры Я давно объявил, что развожусь с Моникой И ничего не случилось Да, но тогда люди не знали, что ты уходишь к ее сестре И что мне теперь делать? Бросить Луси, чтобы люди угомонились и оставили меня в покое? Нам нужно все обдумать Тебе надо ответить и облить Монику грязью с ног до головы Если я возьмусь обливать грязью Монику Она ответит мне тем же И это никогда не кончится Лучше молчать, пока все не утрясется Я бы на это не рассчитывал Как вообще Моника могла вытворить такое? Ты отдал годы ради своей репутации Мы не можем угробить ее в один миг Привет, дорогой Опаздываешь, крошка? Милый, я совладельца компании И могу приходить на работу когда угодно Тем более в такой день, как сегодня Ты уже читал газету? Ты там великолепна Спасибо, дорогой Я знаю, что я красива Но это не главное Самое важное Это эффект снежной лавины Придет время, когда Я разделаюсь с ними Ты кое-что забыла Тебе нашли замену И эта замена Куда Лучше тебя Удачного дня, сладкий Пока, крошка Брошена ради своей сестры Что скажешь? Это ужасно Ужасно Теперь все станут поднимать меня на смех Нет, Адриан Здесь все уже достаточно взрослые, чтобы этим заниматься И что с того? Тем хуже Твоя тетя Моника кажется опечалена Моя тетя? Она мне не тетя Это психопатка, а настоящая змея Она делает это, чтобы досадить Диего Но самое ужасное, что она права Моя мать любит разбивать чужое счастье Позвольте вашу ручку, синьора Лорена Моя мама от тебя в восторге Ты ей очень приглянулась Но она слегка обеспокоена Обеспокоена? Я сказал ей, что этот сеньор Мой отец Был очень жесток с тобой и твоей мамой Но мама не понимает, почему ты ненавидишь его настолько, что хотела бы видеть его в гробу У меня есть причины, чтобы его ненавидеть Хил О некоторых вещах бывает нелегко Рассказывать Но я думаю, пришло время сказать тебе правду Хил Армандо меня регулярно насиловал Прости, я не могу больше об этом говорить Ты не идешь сегодня на вечеринку? Чава, у меня есть другие дела Но если я закончу пораньше, то мы увидимся И какие же у тебя дела? Меня позвали к себе друзья И что, я их не знаю? Чава, не нужно меня допрашивать Мне что, нельзя иметь друзей вне колледжа? Все шло прекрасно, но возникла небольшая проблема Какая? Нелли узнала, что я был женат И до сих пор не развелся Выходит, вы двоеженец? Вот что я скажу Женщины такого не прощают Что ж Мне только нужно успокоить жену Потребуется какое-то время Я начинаю жалеть, что нанял вас Послушайте, Фернандо Думаю, я смогу все уладить Но ведь И Рим Не сразу строился Вместо своих дурацких заявлений в прессе Ты должна улучшать имидж нашей компании И рушить имидж компании Феникс Вот что ты должна делать Папа Я всегда все делаю безупречно На что ты жалуешься? Выслушай меня внимательно Я должен тебе кое-что сказать Фернандо будет работать с Лусией и Эулалио Что? Он тоже нас предал? Нет Не волнуйся Он всего лишь заставит их так подумать Они сделали ему выгодное предложение И я посоветовал ему согласиться Что с тобой, папа? Проснись! Даже не думаете на такую глупость? Будь храбрым, каким ты всегда был Сметай врагов на своем пути И покупай тех, кого нужно Но не веди себя так, будто ты загнанная в угол мышь Роберто, пожалуйста, успокойся Я сомневаюсь, что Фернандо надолго здесь задержится Он всего лишь часть нашего плана по уничтожению Саботера Мы не хотим, чтобы он знал о наших задумках Хорошо, но ты оказываешь ему слишком много почестей Я готов бороться с врагами, но бороться честно У нас есть все средства для этого Да, но они играют против правил И что? Клин клином вышибают Конечно Как же я раньше не додумалась О чем? Раз уж Фернандо инсценировал всю эту историю с Антонио Алома Мы тоже можем так поступить? Мы придумаем историю, которая ошеломит Фернандо Диего, матч через две недели Если мы не решим этот вопрос, зрители тебя освистают За что, Силвано? Разве это преступление, любить женщину? Мало быть хорошим Нужно создать хороший образ на публике Можно мне хотя бы подумать? Это только начало Диего Мы все прекрасно знаем Монику Она никогда не остановится Лучше Монике даже не приближаться ко мне Синьора Лусея сейчас очень занята Она не может к вам выйти Уходите, или я вызову охрану Расскажите, каково это украсть мужа у сестры? Синьора Лусея, сколько лет вы изменяли мужу с молнией Валдеса? Мирея Меня уволят, и у тебя будут неприятности Сейчас Армандо расскажет, что мы двоюродные сестры Он не посмеет Иначе ему придется признаться, что мы женаты А это будет для него крахом Я надеюсь Все будет хорошо, не волнуйся Здравствуй, Мирея Я принес тебе подарок Надеюсь, тебе понравится Знаешь, что я думаю? Лусея права Адриан получит все И знаешь почему? Потому что своей дочери я не дам ни сентаву Это означает, что я принимаю твое предложение Коллега Фильм озвучен в студии ИНИС По заказу компании Централ Партнершип Крым Крым Адриан